I have ways of blowing things up. Сегодняшняя смена, четыре человека, выжатый лимон, выбирайте сами. Сегодняшняя смена будет отвратительной. В прошлый день мне игра просто такая плюнула в лицо и сказала, я тебе специально сделаю так, чтобы ты не справился, а потом скажу тебе, что будет, если ты не справишься. Поэтому да, начать день. Сегодняшний будет еще более, по-моему, отвратительный. Три дня подряд я не получаю крышечек и... Да. Звучитное тело, арт. Айденов подворот недалеко, тут сейчас, кажется, его смерть. Тело рук низких человек. Центральная почта, Эмиль Петерсон. Да подожди ты, блин! Да подожди ты! Просто не дают прочитать, серьезно. 580, иди, я арестовываю его. 410, вот у меня как раз работа для тебя есть отправить. Я единственная опора правосудия в Шарпфуде. Ни одно дело не проходит мимо моего стола. Я знаю все грехи местных, даже самые незначительные. За это меня в городе недолюбливают. Не то, что моего дядю. Верховный судью Джозефа Трента. Он давно ушел на повышение, а про меня забыл. Я бы тоже про него забыл. Можно? Блин, давайте вот так. Я бы тоже про него забыл, но как назло, в том парке, где я люблю гулять в перерывах между заседаниями, висит эта сраная табличка с его именем. Еще несколько лет назад я заказал правильную табличку со своим именем, ведь я столько сделал для города, но я так и не нашел подходящего человека, которому можно было доверить столь деликатную замену. Пусть один из ваших сильных парней залезет на забор и заменит табличку. Если поможешь, то мы всегда договоримся о тех делах, которые ты отправишь, не рассмотри. Не уверен, тебе не помешает толстая пачка обвинительных приговоров. Поехали. Так, 350. Мустрт справится. Что тут вообще? Прости, тут... Сорян. Именно на этом слове, да. В вызывающем наряде только что вошла в церковь и намеревается совращать прихожан. Ну, это не так. Вы не так смотрите на вещи. Это просто она тестирует их веру. Все в порядке. Ну, мне некого туда отправить. Ну, в принципе, просто некого. Похороны. Климзи. Арт Климзи. Нужно решить, как его похоронят. Я просто не понял, кто такой Арт. Мне сказали, что Арт был найден, убитым. Это Климзи. Я просто не знал, где его... Стоп. А что с ним было? Подождите, что с ним было не так? Я не могу... Мне сейчас ничего в голову не приходит. Не могу вспомнить, что было такого, чтобы его убили. Нормально, иди, аккуратно, дай тебе 100 баксов. Эмиль Педерсон. Копы разминулись. Был здесь недавно, ушел. Девушка стоит на самом краю башни. Шелковый шарф развивается на ветру. На спине у нее большой рюкзак. Что в рюкзаке? Девушка не ответила и спрыгнула с края крыши. В рюкзаке у нее оказался парашют. Она хотела не покончить с собой, а пощекотать себе нервы прыжком с высоты. Парашют раскрылся, девушка успешно приземлилась и сбежала. Преступник скрылся! Ты серьезно? Минуточку, а если бы я на нее прыгнул? Она бы полетела с парашютом, я бы полетела с крыши. Идите нафиг. Некра, мне это не кажется справедливым. Так, хорошо. Нэш, нахера я вообще это делал? Была одна табличка с фамилией Трент. Теперь другая с той же фамилией. Какая кому разница? Короче, таблички я заменил, но когда вкручил последний шуруп, сил в руках совсем не оставалось. Я сорвался вниз. Приземлился прямо на задницу и кажется, что ушиб копчик поедут. Домой полежу немного! Вообще идеально! Три штуки хотя бы заплатили за это. Простите, кто? Девушка, казалось, не проститутка, а дочки священника. Просто он любит носить короткие юбки. Розенкранц, чувак, спасай. Ты вытащишь. Школа имени Астрид. Учитель сообщил о подозрительном мужчине в пальто, который следит за детьми. И вот варят Фрайд. Отстрелите ему, пожалуйста, там что-нибудь. Отправить на арест. Берч. Так, центральная почта. Я, мать-одиночка, и все привыкла делать одна. Работать, вести хозяйство, заботиться о своем сыне Зиге. Если с работой и домом я как-то справляюсь, то Зиге вечно вешу на волоске. Вот сейчас его нужно показать врачу в Риптоне. А я у мани предложу, когда это сделать. В обеденный перерыв не успеваю слишком далеко ехать. А закрывать лавочки даже на полдня не хочу. Торговля хорошо. Где-то деньги нужно откладывать Зиге на колледж. Но вот откладывать его в визит к врачу я больше не могу. Так что предлагаю сделку. Вы пришлите мне копа, который будет достаточно приветлив. И не распугает всех моих клиентов, пока мы с Зиге в Риптоне смотаемся. Это вам лучшую цену за любой товар, который вам надо достать. Ну, почти на любой. Там, походу, дело разберемся. Берч, давай, дуй. О, блин. Копы подъехали. Мужчина в пальце сидит на волочке и смотрит на школьный двор, не отрываясь. У мужчины руки в карманах. Перепарковаться и наблюдать. Там вы, да, просто... Мужчина позднял лавочки еще много, потому ехал на своем пикапе. Ну, в смысле преступник скрылся? Откуда мы знаем преступник, не преступник? Мы приехали, блин. Смотрим, чувак посидел, может он отдыхал просто. Какого черта? Почему преступник, блин, скрылся? Кто вам это сказал? Эмиль Педерсон. Преступник пойман. Ну, спасибо вам огромное. Оказался членом банды под названием Санитары Леса. Он может помочь уничтожить банду, если вы сделаете его своим информатором. Принять. 45 тысяч баксов за поимку. Хорошо. Сдаст так сдаст. Я не против. Вообще какой-то дурной день. Каким образом вы делаете вот эти вот выводы? Мистер Нэш, все было отлично. Торговля пошла такая, что я распадал чуть ли не все запасы на складе Мисс Ван Бен... Бен... Ведберг. К тому момент, когда она вернулась, она была в таком восторге, что сказала, что закупай... Запакует меня в коробку и отправит посылкой в Фрибург. Если я не соглашусь работать, мне пришлось согласиться. Потому что в Фрибург теперь терпеть я не могу. Увидимся в магазине. Берч уволился? Консервы получили. Я просрал Берча. Склад. Охренеть просто. Берч был классным пацаном. Вот его мне жаль. Морг. Санитар морга утверждает, что в здании проникновение... ...кто-то посторонний. Сначала был грохот, словно покойник упал на пол. И тут же запер дверь снаружи. Эти байки про лесных духов и оживших мертвецов я никогда не верил. Скорее всего, кто-то просто в окно залез. Но сам проверять я не пойду. Вдруг мой дед и правда встречал в лесу... ...ти рогатые существа, про которые он не затыкается и рассказывает. Блин. Иди, Розенкранц. Будем тебя выматывать уже до конца. Иди. Так, хорошо. Сикамо-стрит. Мальчики играли с мячом и случайно попали по припаркованной белой машине. Сработала сигнализация. Из дома выскочил хозяин машины. Схватил одного ребят за уши и понес внутрь. Я тобой буду обедать. Ха-ха-ха. Блин. Так. Видеосалон. Джон Слейтер. Мистер Нэш, у меня давняя мечта. Хочу открыть видеосалон, где можно будет без проблем взять на прокат самые крутые фильмы. Кровавую рубашку. Калека с катаной. Ветер дует в ад. Кстати, да. Я понял. Теперь на что была отсылка. Ну, вы все знаете. Чтобы открыть такой салон, нужно немалое оборудование. В первую очередь, видик, большой телевизор, пустые видеокассеты и электрический генератор, чтобы аппаратура не страдала от местных скачевого напряжения. А ну, кассеты. И, ну, кассеты с фильмами, конечно. Если поможете мне раздобыть все это, то после открытия я буду каждый день отдавать вам щедрый процент от прибыли в видеосалон. Я заглянул к вам 7 декабря. Надеюсь, что к тому времени вам удастся найти это оборудование. Почему так не скоро? Сейчас договариваюсь про аренд помещений. Хочу застолбить для салона. Блин, я же видик спалил, не? А второй видик я уже нигде не добуду, мне кажется. Ну, это просто нереально. Захват заложников в морге. Ну, это тактическое, типа. Незаконное проникновение для... А, у каталки для трупов заржавели ножки. Она с грохотом развалилась, а труп упал на пол. Это звуки напугал санитара. До свидания. Я не хочу идти на вот эту вот тактическую фигню. А, видимо, придется. Ладно. Дверь в дом открыта. Слышно, как мальчик кричит. Мистер, пожалуйста, не нужно. Возле дома припаркована белая машина. Зайти в дом. Коп зашел в дом. На ковре в гостиной лежит мальчик со спущенными штатами. На него навалился мужчина и лупит его широким солдатским ремнем. Использовать шокер. Коп оглушил мужчину ударом шокера. Мальчику сильно досталось от солдатского ремня мужчину, но жить будет. Типа качнуть можно. Давай в переговоры качнем тебя. В самом деле, мне вот такие пошаговые стратегии очень сильно нравятся. Но мне не нравится, как здесь это организовано, честно. Я вот, например, тот же самый Mutant Year Zero и... Всякие такие игрушки играл с удовольствием. Но вот как оно сделано здесь, мне очень сильно не нравится. Каждый раз пропускать их я, наверное, не смогу. Хотя, черт его знает. У меня два копа. Оба хорошие. Какие-то психи с оружием зашли в морг и потребовали выдать им весь запас сыворотки, которая воскрешает мертвых. Они слышали, что ее готовят здесь. Когда сотрудники морга сказали, что понятия имеют, о чем речь, психи взяли их в заложники и намереваются уходить с пустыми руками. Да ну нет. Не в этом составе. Я туда не пойду. Я потеряю 15. Блин, я потеряю уже до задницы просто. И вот видите, завершается день и все. Все, не успел нажать, не успел. Все, твои проблемы. Офигеть. Вот это, кстати, очень большой минус. Второй день. Мы нихрена не заработали. Я молодец-то. Завтрашняя смена. Возьму Розенкранца. Ничего не поделаешь. Этот будет болеть еще. Блин. Климзи убили. Куча народа у меня поуходила. Блин. Полтора инвалида остались работать. Завершить день. Давайте. Если я продую, за мной приедут ФБРовцы. Напишите. Ну, это вполне возможно. Мне остался один день. Не доделать. Будем ли мы делать второе прохождение заново? Надо же как-то пройти игру. Мне кажется, что если я просто сейчас проиграю, будет нечестно закончить на этом моменте. Пишите, что вы думаете. Я бы такая, чтобы, наверное, начать заново. Просто вырезать катсцены, чтобы нужно не было. Потому что они реально присматриваются, чтобы не было интересно. Здесь живешь, старик? Кстати, вы сами читайте. Да, я чуть не забыл. Спасли тебя, Бойд. Поехали, Мистер Бойд. Кто я говорю? Меня зовут Кол. Лиам Хендерсон. Но, как вы видите, мы должны сделать это некоторое время. Как вы знаете мой имя? Я думаю, что там есть два. Но лучше быть сохраняем. Пишите в районе, и скажите Марк, чтобы закрывать его. Кто-то будет стоять здесь до ночи. Поехали! Я говорю тебе! Поехали, Мистер Бойд. Закрывай дверь. Закрывай от двери. Не выйдешь до ночи. Мы поговорим в другую сторону. Некие ангелы-хранители. Я так понимаю, это входит в ту сумму, которую мы еще стали платить. Или же это не связано никак с зеленым оленем, которое мы платим. Это какие-то новые персонажи. Посмотрим. Давайте, 1 декабря. Нам что, до Рождества дожить надо? В чем прикол? Как у тебя револьвер оказался разряжен? Лучше объясни мне. Лиам Элмар Хендерсон. Полковник армии в отставке. Мужчина, возраст 52, статус на свободе, подозрение, без конкретных доказательств и свидетельств. Предполагаем преступление, контрабанда, шантаж, похищение, убийство, грабежи. У меня тут с компом начался трындец. На секундочку. Я не успел... Time for hot chocolate. Don't pay any attention to me. I'll evaporate in a second. Who are you? I'm Sean Moreno, secretary. And dispatcher, office manager, sometimes even the plumber. I have a very wide range of responsibilities. It's easier to say what I don't do. What, and delivering hot chocolate to the offices? Is that one of your duties? No. Well, not usually. But I thought that this morning you might need a big mug of something warm. It's easy to catch cold from lying down in the snow at night. And we don't need you catching cold, right? That was one cold night. Though if you ask me, all nights are cold. What are you talking about? Here. Hot chocolate with maple syrup, red pepper, and herbs. I should think I can manage to make this drink. Can't survive in sharp wood without it. But I won't give you the exact recipe. Don't even ask. I didn't know what kind of cupcakes you like, so I brought a few. There's more chocolate in this one, less in this one. And there's no chocolate at all in this one. But there's little nuts. Very tasty. But they get stuck in your teeth. So be careful. Oh, yes. And your revolver. I cleaned it up. Shines like new. If you need any bullets for it, Mr. Boyd, just... Who are you? Like I said, Mr. Boyd, I have a wide range of responsibilities. Secretary, dispatcher, manager, plumber, and Colonel Henderson's bitch? That about right, you fuck? That about it for your responsibilities? Think you can come into my office like that and call me Mr. Boyd, you fucking piece of shit? There aren't any bullets in it, Mr. Boyd. Oh, well, you want to see what I can do to you with a pistol with no ammo, you fuck? I'm a man of many talents, just like you. I have no doubt, Mr. Boyd. Actually, I'm a big fan. A big fan of your talents. You're a legend, Mr. Boyd. I look up to you. What are you going on about, you dirtbag? It's what you... What you did in Freiburg. All your... The plans. The whole operation. The story about the antique weapons. The Japanese businessman's money. The power construction project. I can't pick a favorite. Well, it's probably that case with the DeVroom painting. Oh, that was top class. You're the only man who's ever turned corruption into art. If someone were making a film about you, Mr. Boyd, I would... Listen to me carefully, secretary, dispatcher, manager, plumber. I don't know what you read here in the newspapers, and I've got no idea what your boss could be dreaming, but you got me wrong, okay? I was a scapegoat. I once let motherfuckers like you manipulate me, but I learned my lesson. So if you're gonna threaten me, you better just get it over with. No one's threatening you, Mr. Boyd. It's quite the contrary. Once you get to know Colonel Henderson better, you'll see you have nothing to fear. Like I said, I appreciate your talents, and Colonel Henderson appreciates them too, believe me. Now, it's a lucky thing. You arrived in Sharpwood when you did. The key. The key you used to open my office. Leave it and go. You do know that I have copies, right? I could make a hundred more. I said leave the key and go. If I see you in my office again, you will drown in a mug of hot chocolate. I promise you that. You have nothing to fear, Mr. Boyd. You're safe here. Percy. Percy. Percy, у тебя офигенная прическа, Percy. Ладно. Mr. Nesh, я вышел из отпуска, отдохнул. Отлично. Вот только что, вот только по возвращению меня сразу прибило неприятные новости. Могил моего брата во Фрибурге осквернили какие-то подонки. Родители позвонили, плачут, не понимают, кто мог такое сделать. Салик, ведь был отличным парнем. Салик, Перси, ладно. Копом-героем. Он погиб на службе, спасая людей. Все его любили. Хочу поехать успокоить стариков. Да и порядок на могильной везде. Отпустите? Хорошо. Но у меня есть просьба. Если что-то появишь во Фрибурге, примите меня тут свежих газет по рукам. Не вопрос. Спасибо, Mr. Nesh. Едь. Не пришел на работу, фиг с тобой. Переутомился. Я выздоровел и готов к бою. Надеюсь, вы все еще... У-у-у. Спасибо, Рокман. Давай. Ты как раз вовремя вернулся. У меня кузен на почте работает. Так он разрешил мне воспользоваться их копировальной машиной и сделать себе копию с его экземпляра последнего искупышения Нептуна. Два-три зубец для колки льда. Там почти 600 страниц. Так что я, похоже, на весь день буду копии печатать. Ну, мне ведь можно под это дело выходной? Нет. Мистер Нэш, сегодня пухорный арт Климзи. Хочу поощрить память хорошего копа. Отпустите меня на пару часов. На пару часов или на весь день? Иди, Гузман. Мне, в принципе, пять человек это не три. Допросить. А, это можно было сделать еще вчера. Эмиль Петерсон. Так, хорошо. Зачем тебе... Нет, давай ты просто... Сорян. Правда, собирался помогать. Нет, они уже пролили что-то кровь. Единственное, что у нас для них искупить вину это пролили собственную кровь во благо чахнущего шара. Вот это правда, собирался с крыльповой женщинами. Ясно. Чего это ты за шарф вот взялся? Вон в Риптоне люди скоро шрай друг друга начнут там. Помощь точно не помешает. Все связано... Все связано с шарфу. Неужели ты не слышишь зова духов? Похоже, а зря. Сотрясай воздух. Преступник не рассказал ничего ценного. И шанс, что позже преступника получится разгори более действенным методом. Может, не стоит пока отправлять дело в суд? Хорошо, пока не стоит. Я подожду. Ок. Похороны Климзи. Сегодня утром похоронили Арта Климзи. Это была скромная настоянная церемония для самых близких. Я что-то до сих пор не пойму, как это могло случиться. А, трейлерный парк. Соседи пожаловались на мужчину, который сбывает элитный алкоголь по дешевке. Такая элитная публика в очередях собирается, что захмелеть можно просто открыв окно. Элитная публика. Давайте, ребят, вдвоем чешите туда. Так, кладбище Gentle Oak. Я слышал, что у вас есть товар, который, скажем так, не выкладывают на прилавок. Я готовил не только регулярно покупать у вас такие вещи, но и открывать вам доступ к моему собственному ассортименту. Правда, для начала хочу понять, можно ли вам доверять. Дело в том, что пару недель назад ко мне в руки попала солидная партия кокаина, ее нужно было припрятать на время. Тогда меня выручил сговорчивый могильчик, где Дуля просто закопал товар в одной из свежих могил. Проблема в том, что той же ночью этот старый заблудыга захлебнулся в собственной рвоте, так и не рассказал ни в какой именно могиле зарыт кокаин. Верно, что у вас есть парочка копов с... ДВА! А что вот эта вот собачка значит? Йети. Фиг с вами. Нестер Нэш, вообще-то я должен был остаться в подчинении у Лили, но теперь она говорит, что я ее окончательно достал, так что, похоже, теперь я перехожу под ваше крыло. И чего она так меня не взлюбила? Ну да, попал я разок дротиком в свечу и устроил небольшой пожар в столовой, но я ведь его и сам и потушил. Пострами, заходи, дружище, давай, ты очень вовремя, красавчик. Хорошо, аптека Волва. Молодая женщина утверждает, что ей выдали неправильное лекарство и теперь скандалится с фармацевтом. Чувицы говорят, что она зашла по ту сторону прилавка и роется в ящиках в поиске нужных таблеток. Черт. Ну вот давай как раз и разрулишь это все. Флетчера пока придержим. Чувак хотел ехать книжку копировать. Так. Ящик бутылок с криво наклеенными этикетками ящики стоят возле трейлера преступником. На одном из ящиков лежат бейсбольные биты. Высокий мужчина в очках внимательно перечитывает деньги. Рядом переименается очередной нетрезвый клиент. Включить сирену. Коп включил сирену и клиент тоже разбежал. Стас стал владелец трейлера. Он схватил бейсбольную биту и крикнул копу Вы что творите? Вы зачем мне людей распугивать? У меня здесь все законно. Могу разрешение показать. В общем протягивает копу какие-то измятые бумаги. Перцовый баллончик на него нафиг. Коп распылил перцовый баллончик преступнику и лицо и арестовал. И никаких разрешений у него конечно не было. Хотел показать копию судебного разрешения и лишение родительских прав. Я думаю если бы я пошел проверять документы мне бы короче этой битой по лицу куда-нибудь прилетело бы и все. хорошо Насекамый не извиняюсь Молодую девушку в длинном белом платье торопливо запихивают автомобиль какие-то подозрительно веселые люди Блин там надо много подожди Сейчас Мустард вернется Мистер Нэш все прошло хорошо я рад что моего коллеги был приличный похорон спасибо что да вот реально на пару часов красавчик Давайте поехали Нэш ну это трындец какой-то мы половину кладбища перерыли никто не ушел разворшили кучу покойников и провонялись их гнилью насквозь думали уже что нихрена не найдем но тут котной из могилы приполз бродячий пес и за пару минут раскопал тайник с наркотиками в участок мы сегодня не вернемся красавчики поедем там и отмываться от вони рокмэнд как только вернулся с отпуска постоянно влипает в какие-то истории музыка не отстает от него это короче такая парочка усатиков тараканов блин просто офигеть торговля что я могу купить купить у тебя кола драгоценности слитки золота герой хрен дубинки а я могу у тебя купить нужные мне вещи не зайти а продать виски могу продать тебе сигареты причем виски за хорошие деньги сигареты такой себе я могу торговать тем что у нас есть охренеть так я на работе с 11 до 13 сейчас 11 26 вообще-то на обеде с 11 до 13 ладно хрен с тобой так я хотел чтобы для меня сделали легкое успокоительное в итоге отключаюсь едва успев проглотить таблетку голосит женщина на полу аптеке валяется открытый пузырек с таблетками расспросить у вас что образование медицинское есть я вот этот американский подход просто ненавижу если ты не доктор не механик не еще кто-то то ты не имеешь права не расспрашивать не лезть скамерно отвечать женщина продолжает копаться так силы вести женщину из аптеки давай пошла в жопу будет она мне тут еще выеживаться копы нашли антибиотики мэр 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 мэн фарма секью текал на месте преступления забираем их так дружище ты у нас хорош еще и в переговоры получишь держи хорошо 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 у нас еще и гузман практически целый бельмонта можно будет отправить у нас 5 человек на сегодня пока идет вроде неплохо до 3 на так отдых нет вот и что тебе можно продать таблетки можно продать кстати за неплохие деньги консервированные персики кожаные ботинки за штуку можно спихнуть неплохо то есть что-то можно продать здесь что-то можно продать там меня это вполне в принципе устраивает у меня все-таки есть видак а он целый он не целый что у меня вообще на складе есть видеомагнитофон нет видак есть видеокассеты с записями есть а что ему там еще надо было блин а где посмотреть что ему там еще надо было может я бы докупил бы другану что-нибудь что он там хотел ладно уже есть что-то есть похищение подожди девушка никто не похищал всерьез кража невесты традиционный ритуал казахского народа к которому и принадлежат молодожены конечно хорошо стадион зодиак на верхних трибунах стадиона заметили мужчину со снайперской винтовкой в руках мне на работу надо бежать а через стадион ближе всего но я боюсь туда соваться я ведь там как на ладони буду этого психоснайпера я видела как он там копошится на самом верху видимо позиции получше выбирал сообщил очевидец знаете я бы я бы не против туда и снайпера отправить хрен ему что там по-настоящему происходит может чувак просто лампочку меняет на трибуне а может быть реально снайпер дела расследования персонал банды нет открытых журнал вот видеосалон что тебе там надо было чтобы открыть такой салон нужно в первую очередь видик есть большой телевизор нету пустые видеокассеты и электрический генератор чтобы аппаратура пустые видеокассеты генератор телек кассет с фильмом есть у меня не так много кстати чего есть тени сомнения если вы будете терять больше сегодня вечером нужно запутать хорошо хорошо поехали так ладно заправка Роджера Линнингтона два подростка запрыгнули в кабину мусоровоза пока водитель ходил в туалет и угнали машину прямо когда он заправлялся блин ну давай забирают моих хороших людей ну профессионалов и так патрульная машина догнал мусоровоз подросток за рулем кривляется и сигналит прохожим теснить чем полицейской машиной ни один из этих вариантов не кажется мне нормальным сейчас я вам объясню теснить мусоровоз к обочине полицейской машиной крайне небезопасно эта штука гораздо больше и тяжелее чем мы выстрелить в колесо охренеть какая тупая идея потому что скорее всего вся эта фишка кстати с прострелом колес на ходу это все неправда скорее всего или пуля отрикошетит или если мы все-таки пробьем колесо это огромнейший мусоровоз который потеряет управление слетит на обочину перевернется и задавит там сто пятьсот человек преследовать мусоровоз пока у него не кончится бензин этого не случится потому что он же его только заправил давайте они же его с заправки угнали да давайте теснить к обочине коп ранен офигенно я говорил что это плохая идея подростки начали теснить копа в ответ в итоге тяжелым мусоровоз помял патрульную машину и она вылетела в коветкот за рулем ранен подростки бросили мусоровоз и сбежали просто трындец какой-то еще и флетчер ушел на два дня подозритель индивидуум снайпер оказался охранным бомж спал который копался строительным мусорем да короче я же что там скорее всего бояться нечего хотя оттуда и отправил снайпера так два дня в больнице спасибо ну просто ни один из этих вариантов не казался мне нормальным я вам заранее про это сказал пришлось выбрать тот который мне казался наименее тупым но он все равно казался тупым так хорошо заправка Роджера Линнингтона мужчина пожалуйста что его машина подошла девушка вызывающая вызывающим наряде предложила высосать все его печали за 20 баксов по слову мужчины прости только постоянно вертится возле этой заправки поехали я сюда хочу попробовать успеть если получится блин испуганная девушка сообщила что ей угрожает убийством я был на свидании спросил у парня чем он занимается он сказал что если расскажет что ему придется меня убить это потом как я посмотрел что у меня аж сердце в пятки шло ты не испуганная девушка ты дебилка отправить так хорошо девушка в короткой шубе на кабуках стоит возле заезда на заправку призывной пози включить сирену девушка видит патрульную машину начинает быстро идти в другую сторону пытаясь на ходу снять туфли в итоге она уронила один туфель на землю и побежала ехать на перерез патрульная машина перегородила путь убегающей проститутки он налетел на капот и упал на землю коп легко арестовал девушку и она даже рада ноги жуть как замерзли хоть погреюсь копы нашли бритвенные станки на месте преступления супер идешь в переговоры далее хоть немножечко качнули чувака у меня в час заканчивается да так ладно смотритель сообщил что на кладбище пришли вооруженные люди и начали раскапывать свежую могилу Генри Клейбинга когда смотритель попытался вмешаться то получил пулю в плечо и укрылся в своей будке судя по тому как боролся за ног преступника не смог задержать запертая дверь смотритель успел сообщить судя по разговорам которые они успели услышать преступники собирались выкопать тело покойного и отвезти заказчику которого не закончили счеты даже после смерти да час ночи я не успел и я не успел значит все вот не успел и значит все вот жопа прям никто тебя не пытался убить если я сейчас меньше чем блин у меня коп ранен у меня один непойменный преступник и у меня заваленная спецоперация со спецоперациями на самом деле вот этими вот честно говоря трэш по моему это абсолютно лишняя штука сейчас скорее всего за мной приедут фбрщики да ну то есть тактическая операция завалена это сразу минус 15 просто на ходу далее завтрашняя смена выглядит просто радушно мне придется мусорда оставить 2 декабря давайте так давайте пока что серию закончим а что будет в следующий раз уже посмотрим в следующий раз мне кажется это все сейчас просто грозит рестартам игры но пока что все спасибо что были с нами всем удачи добра добра всем молодышек всем покеда до сих пор Субтитры сделал DimaTorzok